Мы вернулись в прямой эфир. Беседую сегодня с президентом Игорем Дадоном. Игорь Николаевич, Вы сказали про то, что Вы не разделяете эту позицию своего советника. Я хотел спросить другое. А господин Тико это кандидат на пост премьер-министра будущего правительства или нет? У нас есть премьер-министр Майя Сандо. Пока есть. Ну это Вы сказали пока, если в течение передачи появится. Это я сказал, но есть проект резолюции о выражении вотума недоверия правительству. Этот вотум, этот проект резолюции внесла демократическая партия 17 октября. По закону он должен рассматриваться на заседании парламента на следующей неделе после... Не на следующей, а на следующей заседании парламента. На ближайшем, но имеется... На первом заседании парламента. Всегда рассматривалось на следующей. Но сейчас не проводили заседания просто. Две недели уже. Все были в избирательной кампании. Три недели, все были в избирательной кампании. Предполагалось, что он будет рассмотрен на этой неделе перед выборами, но перенесли. На следующей неделе будет рассматриваться, я так понимаю. Если будет заседание парламента. Парламент должен работать уже в конце концов. Для того, чтобы работать, должно быть парламентское большинство, которое функционирует. Но есть председатель парламента, который должен созывать заседание. А вы уверены, что еще есть парламентское большинство? Я уверен, что есть председатель парламента, который должен созывать заседание. и посмотреть, кто придет на это заседание. Председатель парламента на этой неделе, насколько я знаю, приглашал руководителей комиссии и так далее, обсуждали и приняли решение, что вернуться к возможному созву парламента на следующей неделе после выборов, потому что многие депутаты из всех фракций, правящих и оппозиционных, просто были в территории. И все руководители сказали, ну давайте, насколько я знаю, консенсу, для того, чтобы было на следующей неделе. Понятно. И на следующей неделе партия социалистов поддержит вотум недоверия инициированной демократической партии, и все. Это вопрос? Это вопрос. Я отвечал на этот вопрос. Мы, конечно, не поддержим вотум недоверия. Ни при каких обстоятельствах вотум доверия, который внесен демократами, вы не поддержите? Нет, партия социалистов не поддержит вотум недоверия, который был выдвинут правительством Майя Сандо, потому что мы поддерживали это правительство. Поэтому о поддержке этого вотума, мутсюни и чензура речи не идет. Но на следующей неделе, я думаю, что мои коллеги из партии социалистов соберутся на Республиканском совете для того, чтобы принять принципиальное решение, как двигаться дальше. Есть три принципиальных вопроса, я могу их озвучить. Здесь у вас передача, которая волнует моих коллег. Я просто знаю, мы общались сегодня и вчера. Есть как минимум три вопроса, решения которых или не решения которых могут повлиять на дальнейшее существование этого парламентского большинства и как следствие правительства. Первый. Это мы должны понять позицию партнеров по поводу совместного вот этого правления. Потому что мы видели в последние недели, как некоторые партнеры по коалиции себе позволяли в адрес социалистов и в адрес президента очень жесткие, грязные высказывания, что нам не нужны такие партнеры, что мы должны разбираться с президентом, с социалистами после выборов и они этим займутся. Эти персонажи, наверное, забыли, сколько у них голосов есть из парламента Республики Молдова. Поэтому мы должны понять первое, это партнеры по коалиции или нет. И как понять эти высказывания. Это первый важный момент. И я думаю, что все здесь разделяют позицию моих коллег. Я с ними согласен. Когда они задают вопрос, слушай, мы пошли на коалицию, мы отдали им все министерства, они себе такое позволяют в адрес мажоритарного партнера в правящей коалиции. Это первый момент. Второй. У нас есть вопросы по поводу эффективности работы некоторых министерств. Я об этом говорил последние месяцы. И здесь вопрос не к конкретным людям, а к результатам, которые дают конкретные министерства. Я думаю, что коллеги из партии социалистов соберутся и выдвинут конкретные предложения. Речь касается трех, может быть, четырех конкретных министерств. Было два-три, уже три-четыре. И третий принципиальный момент – это поддержка наших инициатив. Я уже говорил, социальных инициатив, и не только. Потому что мы, когда поддерживали это правительство и создавали парламентское большинство, это партнерство. Мы не являемся депутатами на побегушках у кого-то для того, чтобы мы голосовали все их проекты, а наши инициативы не поддерживали. Поэтому это третий принципиальный момент. Если хотя бы на один из этих вопросов партия социалистов не получит положительный ответ, тогда смысла держать эту коалицию дальше я не вижу. Когда вы говорили «некоторые партнеры», понятно, вы имеете в виду лидера платформы «Да». В то же время я смотрел передачу на национальном телевидении два дня назад. Вы говорили про ваши прекрасные отношения с премьер-министром. Да, у нас хорошие отношения. Вы ее поддерживаете? Ну, как минимум до сегодняшнего дня. Я видел сегодня некоторые декларации непонятные мне. Выход с Киртуака. Слушайте, ну это... Если хотите, могу сейчас комментировать этот выход или у вас там отдельный вопрос в этом? Нет, у меня нет отдельного вопроса. Говорят, что это чуть ли не Иван Чабан проплатил Киртуака, чтобы он вышел и агитировал за Настасью. Ну, с Киртуака понятно. А Майя Санду? Майя Санду, которая всегда позиционируется, что очень такая правильная и так далее, рядом с этим коррупционером, который уничтожил город. Презумпция невиновности к Киртуакам президенту. Ну, там есть решение суда. Нет решения суда. Окончательного решения суда нет. Все же знают, чем занимался Киртуак. И он будет говорить, что это юстиция. Все знают, чем занимался Киртуака в Кишиневе. Все знают, как там парковки и так далее. Вот все эти уголовные дела. 10% избирателей отдали голоса за него, что немало. Все об этом знают, Анатолий. И мне сегодня писали, кто-то говорит, слушайте, так если Майя Санду может с этим коррупционером объединяться для спасения Кишинева, так что ей будет мешать объединиться с Плахотнюком при необходимости для спасения Молдовы? Потому что вопросов очень много. И у всех эти вопросы. И у меня тоже эти вопросы. И мои коллеги сегодня кто-то написал уже в интернете, мне кажется, Новак, Гриша. И это депутаты пишут. Говорят, слушайте, так когда на следующей неделе или через неделю правительство Майя Санду будет просить у нас голоса для голосования каких-то проектов, то пусть она идет к своим новым партнерам, к Гимпу и Киртуаке. Пусть ищет там голоса. Поэтому после сегодняшнего дня есть еще больше вопросов. Но это мы обсудим на следующей неделе. Но то, что вы отметили, то сегодняшнего дня у нас очень хорошие отношения были с Майей Санду. Были вопросы, конечно, но мы их садились, решали без проблем. Министерство, речь шла о двух министерствах. Все знали, что это министерство сельского хозяйства и может быть там еще что-то. Вы сейчас говорите о трех-четырех министерствах. При нынешней структуре правительства, которая была создана демократами, и она далеко от совершенства с девятью министерствами, это практически половина правительства. Если нужно будет менять структуру, нужно менять. Главное, чтобы была эффективность. У нас есть предложения по этому поводу. Я не хочу сейчас их озвучить, это будет неправильно. Ну, там есть пару министерств, которые нужно разделить. Вы знаете, и все это знают. Это мы все обсудим на следующей неделе. Пусть выборы закончатся и будем все это обсуждать. Но я отметил на днях, и хочу повторить, с некоторыми партнерами садиться за один стол приговоров я не буду уже. Все. Понятно, о ком идет речь. Вы говорите о следующей неделе. Так это все-таки связано с вотумом недоверия или это не связано? Нет, это связано. Пусть выборы закончатся, господин Голин. То, что неправильно на этой неделе, это может повлиять на выборы. Но, как я отметил, у нас хорошее отношение с частью этого блока ОКОМ. Мы договорились о создании коалиции в очень многих районах. После местных выборов в около 20-25 районах мы можем сформировать большинство районных советников и избрать председателя района. И нужно двигаться по этому направлению. Я думаю, что будет большинство и в муниципальном совете. Будет оно с советниками Анастасии или будет только с теми, которые из ПАС. Это не принципиально для нас. У нас есть 22 муниципальных советника, нужно 26 для большинства. Я думаю, что если 10 депутатов этих советников или 9, сколько есть у Майя Санду, создадут большинство, получится больше половины, намного больше. Под нового мэра Пешнева Ивановича Баная я не вижу никаких проблем. 30 как минимум. Но в парламенте тоже возможна коалиция не с блоком АКУМ, а с фракцией партии Действия и Солидарности? Я думаю, что об этом рано говорить, потому что математически, насколько я знаю, это не получается. Ну, почти получается. Ну, почти это не 51-52, сколько нужно для стабильного функционирования. Я думаю, что если речь пойдет о расколе коалиции, то будет раскол и блоки АКУМ. Я не хочу, Анатолий, я не хочу никого раскалывать и не хочу об этом обсуждать. Нас интересует, чтобы была эффективность. Вот честно, меня интересует, чтобы люди увидели, что есть изменения к лучшему. Какой формат будет? Там только часть этого блока или все? Это вопрос второстепенный. Главное, чтобы был эффективный. Ваше изменение позиции по коалиции. Вы сегодня не столь категорично говорите, что коалицию надо сохранить. И соглашаетесь, что возможны варианты. Ваше изменение позиции совпадает с тем, что говорят, что происходит в Демократической партии. Что там кто-то раскалывает фракцию Демократической партии. Что там ваши... Вы говорите, почему Майя Санду не может создать коалицию с Плохотнюком. Потому что она может ответить, что потому что не может. Она никогда не сотрудничала с Плохотнюком. А вы обсуждали, в том числе, вариант создания коалиции. У вас там есть бывшие коллеги по партии коммунистов. Евгений Никифорчук, Игорь Время, Виолетта Иванов, Владимир Витюк. Возможно создание коалиции с ними? Нет. В этом парламенте возможно только одна коалиция. В этом составе парламента возможно только одна коалиция. Между социалистами и Блоком ОКУ. Если не будет этой коалиции, то другой коалиции, во всяком случае, социалисты создавать не будут. Это принципиальная позиция. То есть, как написано в соглашении? Это принципиальная позиция. У кого-то брать депутатов, вот эти перебежки и так далее, вы знаете, у моей позиции категорически против. Мы не будем. Ну а вдруг? Нет, давайте. Мы не будем перетягивать депутатов в фракцию социалистов из других фракций или из других партий. Оно может увеличиться, фракция, конечно может. За счет каких-то досрочных выборов в некоторых ОКУ, как сейчас было в Приднестровье. Если мы там выиграем. А другого, искусственного, что мы оттуда, как это делали демократы, я категорически против этого. И вообще это нужно запрещать. И никаких контактов с депутатами, с отдельными депутатами демократической партии нет? У меня? У вас. У партии социалистов. Слушайте, они, парламент там все общаются между собой, когда встречаются на заседании. Нет, я имею в виду... Но у меня времени нет на это. У меня работы очень много, что буду бегать за этими депутатами. Тем более, интереса такого нет. Так, если вариантов таких нету, остается один вариант? Досрочные выборы? Договориться удержать эту калицу. Либо-либо. Либо, если нет, идти на досрочный парламентский выбор. Когда? Когда договариваться на следующей неделе. Договариваться на следующей неделе, а если не договариваться, когда досрочные выборы? Я против досрочных парламентских выборов, Анатолий. Потому что я считаю, что у нас не можно себе позволить роскошь тратить десятки миллионов лей сейчас на досрочные парламентские выборы. Я уверен, что если мы сейчас быстренько проведем такой опрос, 80-90% населения против досрочных выборов. Люди устали от выборов. Надоело. И это показали эти выборы. Не надо, ни в коем случае нельзя идти на досрочные парламентские выборы. Нужно пытаться найти компромисс в этом формате. Если даже не получится, то лучше уже, если проводить выборы парламентские, уже лучше проводить вместе с президентскими в конце следующего года, чтобы не тратить два раза деньги. Но не раньше. Вот мое мнение. Вы мне спросили, когда? Вообще говорят про 2020 год выборы президентские. Я считаю, что в 2020 году выборы президентские почти невозможны. Потому что вы вступили в должность 23 декабря. Выборы нельзя проводить раньше. А позже уже некуда. Поэтому я говорю, если и проводить досрочные парламентские выборы. Это начало 2021 года. То их проводить уже вместе с президентскими для того, чтобы вы понимаете. А раньше нужно все-таки находить компромиссы. Это должны понять все. Социалисты доказали, и президент доказал, что мы договороспособны. Мы можем найти общий язык. Мы можем идти на компромиссы. Но цель этих компромиссов не должности и не функции. Цель этих компромиссов улучшение качества жизни для людей. Меня только это интересно. Прошедшие местные выборы показали, в принципе, что досрочные выборы никому не выгодны. Что никто ничего не выиграет от досрочных выборов. Вы потеряли голоса избирателей. Правые тоже потеряли. Подождите, подождите. Потеряли, потеряли. Подождите. Сравнивайте местные выборы с местными выборами. Мы увеличили в несколько раз количество районных советников, количество мэров, представительства муниципальных советов и так далее. Теперь сравните еще с количеством избирателей на парламентских выборах. Нет, так я вам говорю, нельзя так сравнивать. Надо сравнивать местные выборы с местными. Так тоже сложно сравнивать, потому что очень многое изменилось. Если будут досрочные выборы, вы должны понимать, что эти выборы показали на правом фланге очень много партий. На левом вы были почти монополистами. Я предполагаю, что к следующим парламентским выборам появится гражданский конгресс. На левом фланге. Удачи всем. Наша партия эти выборы показали, они у вас забрали бельцы. Бельцы были у них. Ну, вы выиграли парламентские выборы в Бельцах. Поэтому я говорю, парламентские выборы и местные выборы – это совсем разные вещи. Да. И вы, как опытный человек, должны это знать. Я знаю, но я знаю другое, что на местных выборах люди голосуют за тех, кого они знают. За? Прежде всего. Конкретного человека. Прежде всего. На парламентских голосуют за партию. За конкретного человека. И меня поражает вообще партия, которые говорят, что у нас там столько-то примаров. И продолжают охотиться за примарами. Я по своим… Это не к нам, честно говоря, это к другим. Это к вам тоже. Это к вам тоже. Я знаю ситуацию в своем родном селе Клокушно, где вышел независимый кандидат, который был в либерал-демократической партии. А вы писали. В партии коммунистов, в демократической партии. Он подписал заявление о том, что президент Игорь Дадон – предатель в защиту демократической партии. Потом написал другую. Сейчас он обещает, что вступает в партию социалистов, только поддержите. И местные лидеры партии социалистов готовы его поддержать. Лишь бы было количество примаров. Но люди же голосуют. Так политический капитал ведь не делается. Слушайте, судить за каждого и так далее я не буду. Но, если интересует, вы сказали, что поменяется. Местные выборы, да. Поменяется, не поменяется в случае досрочных парламентских выборов. Во-первых, я уже заявил, что я постараюсь, чтобы выборы досрочные либо не было, либо чтобы они были вместе с президентскими. К тому времени очень многие вещи могут поменяться. Это первое. Второе. Местные выборы. Я считаю, что единственный момент важный, вот из всей этой сюрприз, можно так сказать, и то, что демократы удержались в некоторых зонах. Почему это произошло? Это произошло из-за того, что у них остался местный ресурс. Они вошли в эту избирательную кампанию местную с 30 или 28 председателями района. Что такое председатель района? Вот это важнее, чем мэр. Это административный ресурс. Председатель района важнее, чем все мэры с точки зрения политических, чем все мэры этого района. Потому что это административный финансовый ресурс. Так вот, имея весь административный финансовый ресурс, демократ, имея 500 или 600 мэров, я считаю, что они получили плохой результат. Если они этот административный ресурс на уровне района потеряют, но задача перед ПСРМ и блока АКУМ во всех районах, чтобы они создали коалицию как парламент, если оно удержится, то тогда, я думаю, что демократы потеряют власть в районах, и это повлияет на следующий результат. Демократы сейчас жалуются, что 83, по-моему, кандидата, бывших примара от демократической партии, стали примарами по спискам партии социалистов или блока АКУМ. Как там называется? Чабы-корова? Да, да. Мы знаем, сколько... Я тоже об этом. Откуда пришли эти примары в демократическую партию? Вот в чем вопрос. Вопрос. Получив 150 или 200 мэров на выборах 2015 года, это 150. Нет, нет, больше. 200. 238, по-моему. К этим выборам они пришли 700 с чем-то примаров. Ну, и когда видишь, что они жалуются, что кто-то стал мэром от другой партии и так далее, ну, это смешно. Посмотрим. Люди будут голосовать в воскресенье за... Есть много независимых, которые... Вот в моем родном селе, к примеру, мы решили, что будет независимый кандидат, который я поддержал. А, кстати, почему у партии социалистов в родном селе президента не было кандидата? Я обратил на это внимание. По политическому голосованию, по советникам, мы взяли больше. Вот по... сельские советники, они пошли по спискам партий. А по мэру мы приняли решение, мы посоветовали в селе, чтобы был независимый. И он выиграл 60 или 65 процентов. В первом туре. В первом туре. Но партийного кандидата не было. Мы решили не выставлять партийного кандидата в моем селе. Спасибо. У нас еще одна короткая реклама. Мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнали Симон.